Я думаю, что первое, нужно для себя самого решить, действительно ли ты хочешь быть космонавтом, потому что это профессия, в которую нужно будет прийти, ну если не на всю жизнь, то по крайней мере на очень-очень большой период своей жизни. Это цель, для достижения которой придется потратить 20-25-30 лет. Для того, чтобы стать космонавтом, во-первых, необходимо иметь очень хорошее здоровье, поэтому нужно честно для самого себя ответить, действительно ли мое здоровье настолько хорошее, что оно может позволить стать профессиональным космонавтом. Второе, для того, чтобы стать космонавтом, нужно выбрать соответствующую профессию. На сегодняшний момент и, наверное, на ближайшие 10-20 лет в космосе не нужны будут юристы, экономисты, журналисты, а будут востребованы технические специальности, летные специальности, специальности, связанные с естественной наукой и, конечно, инженерные специальности. Ну и, наверное, третье, это нужно отдавать себе отчет, что эта профессия требует отдачи всех своих сил не только от тебя, но и от тех родных, близких людей, которые будут тебя окружать, будут составлять твою землю во все время профессиональной деятельности. Если все эти три пункта выполнены, если у тебя уже есть высшее образование, если у тебя есть опыт работы 3-4 года по специальности, и если ты уже по этим критериям можешь подавать заявление в отряд космонавтов, и тебе еще не исполнилось 35 лет, еще не достиг этого возраста, то нужно обращаться на сайт Российского космического агентства и искать информацию, ждать, когда появится информация о наборе в отряд космонавтов. После этого можно подавать заявление в отряд космонавтов, который будет приниматься, видимо, в ближайшем обозримом будущем, будет продолжать приниматься в звездном городке, в Центре подготовки космонавтов, куда необходимо будет отправить заявление и первоначальный пакет документов, который также озвучивается на сайте Российского космического агентства и Центра подготовки космонавтов, и после этого ждать вызова на отбор космонавтов. Человек, который зачислен на должность кандидата в космонавтоиспытатели, ждет очень интересный этап, первый профессиональный этап, это общекосмическая подготовка космонавтов, в рамках которой будущий космонавт, в данном случае кандидат космонавта, будет проходить огромное количество всевозможных тренингов и зачетов. Это и теоретическая подготовка, которая связана с изучением бортовых систем и фундаментальных дисциплин, которые необходимы для выполнения космического полета. Например, таких как основы космической баллистики, основы космической медицины и многие другие инженерные, в том числе инженерные дисциплины. Второй большой блок подготовки состоит из различных тренировок и специальных тестов, таких как специальная парашютная подготовка космонавтов, летная подготовка, тренировка по выживанию в различных климатических условиях, в зимнем лесу, в знойной пустыне, проведение выживания при приводнении спускаемого аппарата на водной поверхности и так далее. Сама общекосмическая подготовка занимает примерно полтора-два года, после этого кандидат в космонавты сдает государственный экзамен, и по результатам этого государственного экзамена и всех пройденных подготовок принимается решение о годности или негодности человека к этой профессии. Соответственно, если человек прошел все успешно, все сданные экзамены и зачеты имели оценку выше четырех, четыре и выше, то здоровье позволяет в ближайшие 10 лет находиться на специальной подготовке, то, скорее всего, будет принято решение зачисления в отряд космонавтов, на должность космонавта. После этого человек приступает к подготовке, так называемой подготовке в группе, в которую включается опять же ряд текущих подготовок, обучение ручным режимам, большой объем теоретической подготовки, в которую входит изучение бортовых систем корабля и станции, подготовку по парированию нештатных ситуаций. Вся эта подготовка занимает порядка трех, четырех, иногда пяти лет. Если посчитать все суммарное время, которое потребуется человеку от зачисления в отряд космонавтов, на должность кандидата в космонавты и зачисления уже в экипаж для подготовки к полету на Международную космическую станцию, то это время занимает, как правило, порядка восьми, девяти, десяти лет, иногда больше. Только после этого человек может выполнить свой первый космический полет. Субтитры создавал DimaTorzok